А кто придумал обложку для альбома? Как она родилась? Как она рождалась, может быть? Саму идею рисунка придумал я, как монополист во всей области своей творческой. Я попросил нарисовать обложку своего товарища из рэп-тусовки. Он достаточно такой известный исполнитель. Это Луперкаль, он же Хорус сейчас. Раньше он был лидером группы «Проект Увечья». Он прекрасный художник, и он мне очень давно предлагал оформить хотя бы один из моих альбомов. И я когда уже записал альбом, я понял, что вот этот рисунок осилит только Луперкаль. Он справился блестяще, я считаю, и справился очень быстро. То есть я там ему отправил то, что я хочу видеть, а он это все придумал и сделал даже лучше, чем я мог себе вообразить. И за это спасибо Луперкалю, он же Хорус. Вот, кстати, я всему рекомендую слушать, поскольку это лучший поэт в русском хип-хопе. То есть, получается, вы сказали, что хотите увидеть, и он сразу же это нарисовал. То есть не было переделок каких-то... То есть вот это попадание на самом деле. Да, отлично. Абсолютно было стопроцентное попадание, и мы просто какие-то вещи с ним в этом мире видим по-одинаковому, и нам просто проще. То есть и плюс мы уважаем творчество друг друга, поэтому коннект наладился очень быстро, да, стопроцентно и быстро. Класс. И альбом «Жизнь на глубине» — это второй альбом из трилогии «Песни утопающих». Какой первый и какой будет третий, предположительно? И планируете ли вы это выпускать как какое-то подарочное издание или тоже как-то это закручивать? Ага. Первая часть трилогии «Песни утопающих» была выпущена в 2012 году, тоже 1 сентября это было, то есть 4 года назад. И этот альбом для меня тогда стал трамплином. Его в числе десятки лучших альбомов года назвал музыкальный обозреватель Rolling Stone Андрей Бухарин, такой известный наш музыкальный критик. И там был какой-то, этим был спровоцированный интерес к моей скромной персоне тогда, то есть с него все началось. Это был апокалиптический альбом, это такая «Одиссея», корабль, который плывет в никуда, мотив пьяного корабля, как его в произведении Артюра Рэмбо. Меня всегда привлекала вот эта тема, такой непредсказуемой «Одиссеи». И первая часть, она была такой апокалиптической, когда я думал, что скоро конец времен. Потом я решил, вторая часть, это каково человеку жить на глубине уже, когда он оторван от земли и там в подводном мире. Насколько это страшно, одиноко, бесприютно. А третья часть, она будет называться «Спасение», и я уже начал над ней работать. И сейчас уже одна песня записана для этого альбома. Она процентов 80, что войдет в один из фильмов. Я пока не буду тоже раскрывать всех карт, поскольку пока еще все, ну, вроде договорились, но я не знаю, как оно будет. Вот, так что, а я уже над ней работаю. То есть, но я не тороплюсь, а конкретных сроков нет, потому что я стараюсь не делать все поспешно. А «Песня утопающих» — это трилогия, это работа там, одна из самых важных для меня. И надо ее завершить достойно. И там уже будет рецепт спасения вводной стихии. Поэтому скоро все будет. Будем тоже ждать и смотреть, какой же он будет, рецепт. Может быть, он также выйдет через 4 года, 1 сентября. 1 сентября — это точно. Вас описывают как один из самых загадочных музыкантов современности. Простой рок-бард из Волгограда, темного шансонье и много других необычных эпитетов. Как бы вы сами себя описали и что вам ближе? Ну, я на самом деле просто пою песни. И я не думаю, что они слишком загадочные. То есть, ну, у меня песни, они, в принципе, как у всех обычных людей. Там, в принципе, все так от 16 до 18 лет. Все вполне нормально. Я просто пою... Я автор-асполнитель. Это самый такой удобный термин. Вот на Западе, кстати, есть термин. Называется «сингер-сонг-райтер». Вот автор-исполнитель. У нас в России слово «бард», оно... Его заморали вот эти люди, вот из КСПшной тусовки 60-х. Вот эти поющие инженеры, которые по лесам скрывались от своих жен и пели там свои песни под гитару. Вот там они просто бухали. Сейчас мужики ходят бухать в гараж, вот как бы от своих жен. А тогда они пили по лесам. И вот слово «бард» опошлили вот именно те люди. Поэтому мне термин «автор-исполнитель» гораздо более импонирует, поскольку я там, как человек с гитарой, вот... Я не имею какого-то определенного жанра. Ну и вообще, когда ты один с гитарой, его сложно. Это в России просто называется упрощенно. Авторская песня, баросская. Я автор-исполнитель. Вот, поэтому да. А загадочность, ну, я не знаю. Это не мне судить, там во мне ее вообще нет. Просто как пять копеек. Ясно, спасибо. И давайте тогда расскажите о вашей новой работе «Жить на глубине», релиз, который был намечен на 1 сентября. Он состоялся? То есть как все происходило? Да, конечно. Альбом вышел 1 сентября, к Дню Знаний. Это у нас уже такая добрая традиция. Выпускать каждый год альбом именно 1 сентября, чтобы успеть раздать детям в школе. Вот, и там, короче, как. У меня всегда альбом, выход альбома ознаменовывается огромным туром. Вот, в этом туре у меня 80 городов. Он уже начался с 1 сентября, и вот в 16 тоннах сегодня у меня 29 по счету концерт. Осталось еще 50 и домой потом. В целом нормально все проходит. Просто этот альбом, это перезаписанные старые песни, в которых я немножко поменял что-то в текстах. И в силу моего сегодняшнего мировоззрения, которое мне не позволяет петь эти вещи в старом варианте. И, в общем-то, народ реагирует тепло, бурно. Кому-то не нравится, кому-то нравится. Но пока все происходит по плану. А почему в альбоме такой порядок песен? Он как-то, его нужно именно в таком порядке слушать? Да, совершенно верно. Потому что новый альбом, это погружение, прежде всего. Он у меня концептуальный. У меня каждый альбом, это история. И каждая песня является пазлом этой истории. То есть там с зачином, с какой-то там развязкой, завязкой, кульминацией. У меня просто лучше слушать весь альбом не по треку, а лучше его сплошняком. От первой песни, от начала до конца. А разбитие на треке, это слишком, ну, условно, чтобы было просто более упрощенно и адаптировано для людей. Поэтому это часть концепции. И это у меня все, каждый альбом, это история. Со своей завязкой, развязкой, кульминацией. И иногда хэппи-эндом. А какие смешные и интересные случаи были при записи альбома такой, что запомнилось? Ну, вы имеете в виду альбом «Жить на глубине». Да, так вот, меня позвали на гастроли в Израиле. Я сидел, как бы там, меня позвали в Израиль на гастроли. Вот, и такие говорят, Саша, как вот написать, что было на афише? Ну, вот, альбом как называется? Я говорю, «Жить на глубине». А у меня мегафоновская связь плохая. И я им послышал из слова «Жить» без мягкого знака. То есть послышал, что «Жить на глубине». Вот, как бы, да. И они очень обиделись. Вот, и сказали то, что я антисемит. Я их долго убеждал, что я не антисемит. Вот, как бы, работа посвящена Жаку Иву Кустон. Вот, а потом они услышали песню про печку. В печке будет всем тепло. И подумали, что я опять антисемитизмом страдаю. Вот, и вот меня не пустили на гастроли в Израиле. Вот, и из-за этого я очень страдаю. Вот, а еще был случай. Вот, зашла какая-то бабушка там в подвальное помещение, где мы записывали альбом, и попросила не шуметь. Вот, ну, и она там так и осталась, и просидела часа четыре, там, вязала, сидела. Вот, и потом уже в конце сказала, что песни хорошие, только мата поменьше. А потом, потом это самое, выяснилось то, что она в теме. Вот, и знает даже, кто такой Высоцкий. Бабушка была в теме, получается, полностью. Четыре часа просидела, вязала там, сидела что-то. Вот, очень странная женщина была. Вот, ну, а потом она ушла куда-то. Вот, и сказала, что похожа на Высоцкого, но только с матом. Вот, я, в принципе, согласен. Ясно. Так, значит, такой вопрос. Вы использовали какие-то необычные инструменты при записи альбома? Что-то еще было использовано? В этот раз я использовал какую-то странную трубку, которую мне подарили. Я даже не знаю, как она называется. Она имитирует звук трубы Армстронга. Вот, мне ее подогнали в каком-то городе. Вот, и я ее случайно нашел среди всех сувениров, которые мне подарили. И начал на ней дудеть, это получилось забавно. И решил не звать сексофониста, а сам в нее подудеть. Вот, на «Жить на глубине» там есть такая песня, она на альбоме был. И там вот эта вот вся дудка, она как раз, это какая-то маленькая такая конструкция. Вот, еще я хотел записать куика, такой странный инструмент. Вот, на нем вот, это из барабана сделанный. Вот, но я ее не мог нигде найти в Волгограде. А еще в соседней комнате у нас там репетировали какие-то кришнаиты. Вот, и у них, они мне давали ситар на прошлый альбом. Но в этот раз они все куда-то делись, исчезли. Вот, и я уже не мог ни у кого ситар попросить, хотя очень хотел на нем поиграть. Играть я на инструментах люблю, но не умею. Вот, ну, нормально, так что так. В этот раз, да, была какая-то вот эта странная конструкция, которая имитирует звуки трубы и саксофона. Ясно, мы открыли занавесу тайны нам немножко. Не, ну, а то, что играть, знаете, это как талантливый человек, он талантлив во всем. Поэтому, смотри, у вас концерт сегодня в клубе 16 тонн, и это уже не первый раз, как мы заметили. Чем это мотивировано? И вам нравится заведение или что-то? Раскройте этот секрет. Мне нравится заведение 16 тонн. Ну, сейчас не буду льстить, буду констатировать факт, то, что я как человек из глубинки, для меня это все-таки определенный показатель признания. Ну, самое главное признание для человека из глубинки, когда он попадает на поле чудес, конечно. А я, поскольку меня туда не берут, я буквы плохо угадываю. Вот, в 16 тоннах, когда мне в прошлом году предложили, я с удовольствием согласился, потому что это знаковый клуб достаточно для города Москва, да и вообще для России. Здесь был первый концерт группы «Детен Джун», а это одна из моих таких, ну, котируемых групп достаточно. Здесь столько людей выступает. Летом я здесь был на концерте Дмитрия Ревякина. Здесь сольники Гребенщиков делают. На этой сцене Айова играли акустику. Я, кстати, совершенно серьезно люблю эту группу. Вот и все попсы, которые есть на постсоветском пространстве, они мне как-то больше всего нравятся. И для меня большая честь выступать в таком месте, поскольку оно реально свято место для Москвы такое. Вот, и статусный достаточно клуб. И что меня сюда дурака пускают, так это клево. Ясно. И такие вопросы, скажем, необычные. Вот, ваша музыка, она тоже крайне интересная и необычная. Что наложило отпечаток на ваше творчество? На мое творчество? Ну, я могу сказать, что накладывает сейчас. Вот, и в плане, допустим, текстового материала и вообще вот этой всей, всего сырья для творчества. Я же постоянно в дороге время провожу, езжу там в плацкартах периодически и слушаю то, о чем говорят люди. Вот, недавно совсем я начал записывать эти разговоры на диктофон. Вот, я там, допустим, записал на днях голос бабушки, которая по телефону рассказывает, кому она отдаст золото после похорон, распределяет. Это внучки, это жучки. А потом я записал еще поющего цыгана. Он, то есть, так сначала подошел, так все взял. Ну, типа, дай то, что я бедный там. Ну, с таким заездом, то, что я вот типа того, бедный, вы мне все должны. Я вот нищий, а вы сытые. Едете в электричке тут, сидите. Вот, а потом он понял то, что как бы меня пронять не получилось. Я ему сказал там, учись в школе хорошо и Будулай вернется к твоей маме. Он очень обиделся. Вот, и решил, что, ну, как бы не разжалобить. И он врубил тяжелую артиллерию, начал петь песню. Вот, и причем эта песня была удивительнейшая. Я ее записывать начал только минуты с третьей. Потому что он ее минут 10 пел, он сложил ее в одну. То есть, как бы, он все песни, которые слышал по радио, он просто вот в крутой микс сделал, 10-минутной. И стоял и как-то миксовал их вот в одну, и я записал его. Вот, а так на меня просто производят масштабные впечатления. Вот, попутчики в поездах, я слышу их истории. Ну, и смотрю, как живет моя страна. И это является хорошим сырьем для творчества. Мне даже ничего придумывать не надо в плане телег, потому что они постоянно происходят. Вот, какие-то полубезумные вещи со мной в дороге. Жизнь в дороге, она накладывает большой отпечаток и является главным сырьем для творческого процесса. В плане музыки, ну, я много музыки всякой слушаю. Вот, достаточно много всего. Вот, ну, мне там, опять же, Dark Folk нравится где-то вот в плане музыкальной формы. Сейчас я хип-хоп активно слушаю наш. Ну, опять же, не все только отдельные имена. Вот, а чтобы на меня влияло, вот, я просто, когда прихожу в студию, я не знаю, что получится. Я хочу все время записать альбом под гитару, а потом попадаются другие инструменты. Я начинаю на них играть, и практически все с первого дубля записываю. То есть, кропотливой работы нет. Вот, да. На данный момент я не знаю, что на меня влияет в плане творчества, потому что я слушаю мегатонной музыки всякой. Гитары я, допустим, где-то беру из шугейзовой традиции всякой. Мне очень нравится там группа Sonic Youth со своими альбомами. Husker Du, группа Ravionettes из Дании. Вот, вот, и гитары мне нравятся, как у них звучат. Или у оркестра Глена Бранке. Это такой безумный оркестр, откуда вышли Sonic Youth. То есть, вот, потом в плане вокала я ни на кого особо не ориентируюсь. У меня он уже сам таким хриплым стал. Вот, поэтому здесь достаточно сложно сказать, что на меня влияет. Вот, влияет жизнь. То есть, все, что я слышу, я там миксую как-то, как этот цыган в электричке. И получается такой замес. Спасибо. А ваше творчество, рок-индустриолог, апокалиптический рэп. Вот, как бы вы сами описали вот то, что вы творите? Я творю хаос. Хаос и разрушение. Я транслирую хаос, который творится в России. Вот и все. Причем Россию я знаю очень хорошо. Потому что катаюсь я по ней регулярно. Я просто генерирую весь этот хаос и транслирую его на уши и на больную психику, уже потом больную, людей, которые это слышат. Вот и все, что я делаю. Но я не делаю хаос ради хаоса. Вот, я просто говорю, что это все есть. И даже в нижних тоннелях реальности, про которые я пою, там тоже живут люди. Они также хотят быть любимыми, уважаемыми. Но, к сожалению, в этом мире не всем давно быть счастливыми. Так вот. Как-то у нас получилось немножко, в темную сторону немножко унесло. Ну да. А давайте вот... Она сторона есть. Она есть, ну да, как две стороны медали. А как бы вы описали свою эволюцию? То есть, вот как вот вы шли к этому? Как оно происходило? Ну, вы знаете, эволюция хороший термин, но он, наверное, больше все-таки связан с теорией Дарвина. И я на самом деле, да. Но сначала у меня как было? Я слушал русский рок, хотел играть что-то подобное. Вот. Потом у меня начался период, когда я начал что-то узнавать про иностранную музыку. В 15 лет я там дико висел на группе «Калинов мост» и хотел писать подобные тексты. Вот «Калинов мост» повлияли на меня, потому что они открыли новые горизонты в поэзии. Это великая группа в плане поэтическом. Весь русский рок там, ну, в большинстве своего, он там мизинца не стоит, Дима Ревякина, в плане текстовиков. Когда мне говорят, что русский рок – это текст, я вижу там только двоих мощных людей, таких по-настоящему. Это Егор Летов и это Дмитрий Ревякин. И именно у меня просто к этому особые требования, поскольку текст хороший пишет «Тот, кто способен творить свой мир». Творить удивительный мир могли только Летов и Ревякин. Остальные были так, трансляторы. Еще Башлачев был, но он не совсем русский рок, потому что он больше был демиургом, который потом объяснил нашим всем людям из русского рока, что форма – это вторичное, а содержание – это важнее. И, в общем-то, так и было, да. Вот это на меня повлияло все-таки. Башлачев влиял незримо, наверное, как-то, Летов тоже незримо, а Ревякина я слушал плотно. Вот, и он повлиял сильно. Потом у меня начались уже эти такие искания в форме нигилизма всякого. Я начал слушать много андеграунда, и там была группа «Церковь детства», которая очень сильно повлияла. Вообще ростовская школа андеграунда, «Зазеркалье церковь детства», «Пекин Роу-Роу», из которых потом вышла группа «Запрещенные барабанщики», они повлияли. А потом повлияла «Октюбинская школа», это группа «Адаптация» из Казахстана. Это такие тоже удивительные текстовики. И тогда мир пристал уже в таком постмодернистском, там, нигилистическом ключе. И облике. А сейчас, а потом с годами я понял то, что все это хорошо, но без веры все это делать нельзя. Вот, и как-то так получилось, что сейчас даже самые мрачные песни я не пою с отрицательными эмоциями. Вот, так что так вот. А во что? Во что верите? А в Бога только больше и ни в кого. Больше, чем в себе. А, наверное, да. В себя? А человек, он верит в себя до тех пор, пока у него не возникает ситуации, как у барона Мюнхгаузена. Но барон Мюнхгаузен всем рассказывал, что он сам себя за волосы из болота вытянул. А когда в твоей жизни все рушится, то и ты ничего не можешь сделать, вот это уже говорит о том, что без вмешательства высших сил вообще невозможно. Я рад, что у меня была возможность все это почувствовать. Какая ваша любимая композиция, которая отражает ваше сегодняшнее мировоззрение? Вы имеете в виду меня или вообще... Ваше, вот именно ваше. Моя? Песня называется «Клобы», она будет сегодня исполнена на концерте. Вот она мне больше всего импонирует. По крайней мере, всегда сложно написать светлую песню. Ну, по крайней мере, для меня. Потому что как-то хаос транслировать получается лучше, смотреть на неприглядные стороны мне было как-то удобно многое время. А светлую песню всегда написать сложнее. Я об этом, кстати, говорил со своими коллегами по цеху. Ну, вот так, видимо, у меня было. И светлая песня для меня всегда на вес золота. Клопы получилась светлой. И там как раз обозначено то, что я принимаю людей, которые в моих песнях существуют такими, какими они есть. Вот. И они тоже имеют право на любовь и на уважение. И на спасение. Спасибо большое. И вот последний вопрос. Что вы, точнее, что вы пожелаете вашим слушателям, поклонникам? Какой месседж вот такой оставить? Хотели бы оставить? А давайте я прочту. Я прочту стихотворение Франсуа Вийона. Оно называется «Баллада. Завет Вийона». Он его написал незадолго до смерти, когда был предан астракизму, выгнан из Парижа за многочисленные преступления. И Франсуа Вийона у него ходок было больше, чем у любого нашего шансонье. И это любимый мой поэт на данный момент. Голь перекатная, без чести, без ума, глупцы обманутые. Вы живете, чем Бог пошлет. До нож, до ночи тьма. Не стыдно вам? Вы у себя крадете. Неужто хочется на эшафоте, ломая руки, биться, как в бреду, взывая тщетно к Богу и суду? Кто с юности живет с законом в ссоре, потом клянет свою злосчастную звезду. Кто сеет зло, пожнет позор и горе. А зло в нас самих гнездится, как чума. Мстить некому, в себя же попадете. Да, все мы знаем, этот мир тюрьма. Смирение и добро здесь не в почете. Но гнать людей, травить, как на охоте, срывая с них одежды на ходу. В чужом ходить, чужую есть еду. Помилуй Бог, юнцы такие вскоре, казненных умножают череду. Кто сеет зло, пожнет позор и горе. Зачем вам грабить, разорять дома, лгать, подлечать для прокормления плоти, красть, взламывать амбары, закрома? Не стыдно вам? Единым днем живете. А что вас ждет? Петля в конечном счете. Но я скажу вам, как избыть беду. Вернитесь к Богу, к честному труду. Тогда излечитесь от смертной хвори. А иначе все встретимся в аду. Кто сеет зло, пожнет позор и горе. Велел Всевышний нам пресечь вражду и вместе мыкать горе и нужду. Любить друг друга попросту, не споря. Лишь в мире счастья нет его в раздоре. Об этом не напрасно речь в виду. Написано злодеем на роду. Кто сеет зло, пожнет позор и горе. Без всякой театральности, вот это я и хотел пожелать, чтобы люди уяснили, что кто сеет зло, пожнет позор и горе. Когда я сеял зло, я это тоже женил. Вот, быть добры, ребята, вот я что вам хочу пожелать. Сильные люди, добрые люди. Злые люди, это слабые люди, потому что единственное их утешение, что они когда-то станут волками. А овца волком никогда не станет.